И раз, два, три, четыре. Каждый шаг отдаляет их от детства. Каждый поворот приближает к чему-то новому. До всероссийского выпускного остается всего месяц. Отчет взрослой жизни для 6000 старшеклассников начнется 23 июня здесь, в Кремле, с Венского вальса. Я танцую в вальс со своим одноклассником. Танец довольно-таки сложный, но мы будем учиться, стараться, чтобы все получилось хорошо. Всероссийская премия «Выпускник-2013» пройдет в Кремле третий раз. Чтобы попасть на это грандиозное событие, Лизе и ее одноклассникам пришлось подавать заявку год назад. Набор на «Кремлевский выпускной-2014» уже закрыт. И как попасть на «Кремлевский бал»? Что вы для этого сделали? Хорошо танцевать. И учиться хорошо. Стараться. Да, учиться хорошо. Действительно, проявлять себя. То есть вы все отличницы? Да, в большей степени. А репетиции не мешают? Нет, вообще ни в коем случае. Главный вопрос, который волнует выпускников – не совпадут ли репетиции с экзаменами. Все-таки аттестаты зрелости еще не получены и экзамены на носу. Но встретить выпускной в Кремле, пройти по красной ковровой дорожке – от этого так просто не отказываются. Мы с ними все даты согласовываем, чтобы это не пересекалось с экзаменами. Сегодня на репетиции ученики Москвы и Ближнего Подмосковья. 23 июня к ним присоединятся их ровесники из регионов. Для них в официальной группе соцсетей выложили видео-урок вальса. Будут выпускников и награждать. Всего в конкурсе шесть номинаций. Среди них «Золотое перо», «Олимпийское будущее» и «Самое классное» для учителей. Для участия надо было отправить трехминутное видео по выбранной теме. В итоге определилось по четыре кандидатуры в каждой номинации. И начиная с понедельника начнется голосование за победителей. Но победители определятся и станут известны только 23 июня. Уже через неделю выпускники узнают, насколько сложны выпускные экзамены. Ну а пока им кажется не до этого. Все наслаждаются вальсом. Екатерина Зимцова, Евгений Юстюженков, LifeNews.